Все те многоквартирные дома, где сегодня ведутся работы по замене кровли, старше 35 лет. Именно этот факт является решающим, чтобы фонд капитального ремонта выделил деньги на реконструкцию. Однако инициатива в первую очередь должна идти от жильцов. Далее по цепочке к ситуации подключается управляющая компания, которая и помогает собственникам взаимодействовать с региональным оператором. Цена одной новой крыши варьируется от 3 до 5 миллионов рублей. У нас в районе люди на самом деле хорошо оплачут капитальный ремонт, но здесь особенность в том, что у людей может не хватать средств на счете накопленных за капитальный ремонт, фонд им добавляет, но потом со временем он получает обратно эти деньги. То есть людям не обязательно накопить 5 миллионов на замену крыши, они могут накопить, грубо говоря, 2, но фонд им все равно включит и сделает эти работы, если они, правда, необходимы. Все работы контролируют сотрудники администрации Ленинского городского округа. По некоторым адресам реконструкция уже завершена, а на Гаевского в самом разгаре. По улице Гаевского у нас попало два дома, это Гаевская 10А и Гаевская 18А. Уже выполнены работы по замене на улицу Садовая, дом 37, там поменяли кровельное покрытие. И в основном у нас все работы по крышам проходят не только видно, это и Развилка, и Молоково, и другие поселения Ленинского городского округа. Подрядная организация полностью меняет стропильные системы, устанавливаются новые деревянные балки, пропитанные специальной огней и биозащитой. Кладут кровлю, выполняют сопутствующие работы. Подшив карниза, монтаж снегозадержания, монтаж ограждения, обивка веншахт оцинкованным листом. Это что касаемо со стороны улицы, а то, что внутри, в чердачном помещении, мы веншахта штукатуриваем, убираем мусор, утепляем перекрытие, то есть чердачное помещение. Работы ведутся с соблюдением закона о тишине. Конечно, некоторые неудобства жильцы все равно испытывают, но подрядчик находится в постоянном контакте с собственниками и пытается найти компромисс. Реконструкция всех запланированных крыш завершится к концу октября. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Улья Садовская. Видно этого.